Дмитрий Тымчук В течение пятницы, 11 июля, в зоне АТО погибли 23 украинских военных, еще 93 были ранены. Большая часть потерь является результатом обстрела из установок ГРАД. Тымчук пообещал, что все погибшие будут отомщены, а враги заплатят сполна за пролитую кровь. По его мнению, ни Украина, ни Донбасс не смогут забыть тяжелую цену, которую пришлось заплатить за путь к победе. По данным эксперта, огонь по позициям сил АТО ведется с территории России, что делается для провокации ответного удара в сторону России. Но на этом дело не останавливается. Боевики намеренно ведут обстрел территории России, стреляя из минометов. Таких фактов, как сообщил Тымчук, за последнее время зафиксировано несколько. Эксперт считает, что это делается для обоснования возможного года миротворческого контингента из России в Украину. Решительное наступление на позиции ДНР и ЛНР привело к появлению оптимистических прогнозов, касаемо сроков завершения антитеррористической операции. Такие прогнозы разделяются не все. Как бы ни сокращалась зона боевых действий, но кровопролитие не завершится, пока эта зона не уменьшится до нуля. Славянские Краматорские смогли освободить более двух месяцев, да и вошли в эти города лишь после того, как противники украинской власти сами их покинули, имея возможность сопротивляться еще длительное время. Каждый город, который до сих пор контролируется ДНР и ЛНР, может держать оборону достаточно долго, ведь брать их напором без массированного огня не получится, а это приведет к численным разрушениям и жертвам среди мирного населения.